Приветствую вас, скажу то, что вижу я. Я увидел, что вы, значит, либо себя жалеете, то есть вы не чувствуете себя значимым, не чувствуете себя ценной, вот, и вы чувствуете, что вы достойны большего, но этого большего не происходит, и, соответственно, ситуация складывается так, что вы переносите это на других, то есть переживая за других людей, по сути, вы компенсируете недостаток собственной значимости в свои глаза. Либо вы нуждаетесь в любви, то есть это связано с тем, что вы себя, ну, как бы, как бы, говоря на вашем языке, да, это стремление к любви, то есть вы хотите любви, вы нуждаетесь в любви, все это заботы, ласки и так далее. И поскольку вы этого хотите, но на себя не направляете, то история здесь такая, что вот эту заботу вы проявляете к другим людям, даже самым чужим. Вот. Ну, кстати, ваш пример свидетельствует о наличии определенных стереотипов, то есть, ну, вот, вы пишете, да, даже если вижу на улице Мамзе. А что такое? Ну, бомж. Может быть, вы не знаете, может быть, он, может быть, он счастлив от того, что, ну, что он бомж. Вы же не знаете, а уже его жалеете. Ладно, это вот и называется стереотипическое мышление. Все видели кого-то, сразу мнение составили, исходя из этого мнения к человеку относится. Все это неправильно. Вот. Ну, то есть, это ограничивает очень сильно. А что касается того, что кто-то на кого-то кричит, то здесь тоже стереотипическое мышление, в том смысле, в том плане, что если кто-то на кого-то кричит, значит, этот человек, возможно, просто-напросто, как бы, ну, срывается, да, то есть, выплескивает свой негатив, и никто не знает, может быть, у людей это такая схема по снятию напряжения. Вы же этого не знаете. Опять-таки, никак не знаю чего-то, вы можете судить. Ну, это да. Вот. Казалось бы, на первый взгляд, это не связанные вещи. Но, напротив, если только вы не беременные, если нет подозрения на беременность, и если нет заболеваний каких-то, то все это связано между собой. Тереотипическое мышление, которое у вас имеется, вполне возможно, загнало вас в этот самый тупик, в котором вы находитесь. Это определенный кризис. Переизбыток чувств, переизбыток желаний, которые вы не можете удовлетворить, которых вы не можете удовлетворить, вот, которые, точнее, вы не можете удовлетворить. Это не случайно, то, что произошло. И либо вы будете с этим что-то делать, либо будете разбираться, как это, откуда это, с чем это связано. Либо станция будет, как бы, ну, впущена на самотек, и здесь никто не знает, что с вами будет. Либо, либо все само собой разрешится, вы путем, не знаю, лотереи найдете то, в чем можете реализовываться. Вот. Либо все будет идти по нарастающее до тех пор, пока все не примет более серьезные формы, и тогда вам уже потребуется более серьезная помощь. Вот. Решать вам, либо ждать, либо надеяться на вот, либо все-таки сейчас попробовать что-либо поменять. Вот. Ну и, конечно, вопрос очень важный. Вот вы говорите, что в последнее время вы стали испытывать сентиментальность. А-а-а-а. В последнее время это колокол. Что произошло? Какие были потрясения у вас? Как вы на них реагировали? Как, какое у вас отношение к ним? Как поменялось в результате этого ваше восприятие себя, других людей, мира в целом и так далее? Вот. Это нужно поисследовать. Заходите, выбирайте любого-любого психолога на нашем ресурсе и начинайте работать с ним. Хуже в любом случае не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в Дорота Ночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...